Вы быстрее закончите. Здравствуйте. Добрый день. Чуть полевее, будьте добры. Спасибо. 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 Легкая атлетика временно приостановила членство Всероссийской Федерации Легкой Атлетики. И, соответственно, наши спортсмены, легкоатлеты утратили право участвовать в международных соревнованиях. Естественно, эта ситуация требует принятия скорейших мер, прежде всего направленных на то, чтобы наши легкоатлеты получили или восстановили свое право участия в Олимпийских играх. Мы исходим из того, что все те, кто употреблял допинг, и спортсмены, и тренеры, и специалисты, должны быть наказаны, дисквалифицированы. А все чистые спортсмены, атлеты, которые никогда не употребляли допинг, не должны быть лишены своего законного права участия во всех международных соревнованиях, и в первую очередь, конечно, на Олимпиаде в Рио. Для того, чтобы координировать эту работу, сегодня на заседании исполкома мы приняли решение создать временный комитет, временный комитет Олимпийского комитета России, который будет координировать всю эту работу. И прежде всего будет координировать те изменения, которые должны произойти в нашей Федерации легкой атлетики, поскольку вы понимаете, что основные претензии предъявляются именно к Всероссийской Федерации легкой атлетики. В задачи и полномочия этого комитета будет входить взаимодействие с международными организациями, такими как ВАДА, Международная Федерация Легкой Атлетики, в общем, всех, кто занимается борьбой с допингом, координация действий, которые будут предприниматься в нашей Федерации легкой атлетики, а также во всех наших службах и структурах, которые борются с допингом. Мы обратились, используя свое право по уставу Олимпийского комитета России, к Всероссийской Федерации легкой атлетики, чтобы она наделила соответствующими полномочиями комитет, который мы сегодня утвердили на нашем заседании исполкома. Поскольку мы не можем напрямую дать какие-то указания, кадровые или какие-то иные, в Федерации легкой атлетики, но в соответствии с нашим уставом Олимпийский комитет России имеет право обратиться к Федерации, которая является его членом, и Федерация в обязательном порядке должна это обращение рассмотреть. Сегодня здесь присутствовали руководители Всероссийской Федерации легкой атлетики, они полностью согласились с нашими предложениями. Таким образом, сформированный комитет может приступать к своей работе. Теперь по составу комитета, здесь не спроста рядом со мной стоит Нинаи Петрович Алешин, мы рекомендовали его кандидатуру для того, чтобы он возглавил этот временный комитет. Почему? Ну, прежде всего, потому что он является руководителем фонда ЮНЕСКО, который как раз занимается борьбой с допингом. Эта организация ЮНЕСКО, как вы знаете, является даже учредителем ВАДО в свое время было. Соответственно, ЮНЕСКО, человек, которого знают во всем мире как непримиримого борца с допингом. В состав комитета вошли представители разных федераций, например, господин Аминов, председатель, президент Федерации современного пятиборья, Шахрай, президент Федерации бадминтона. Вошли юристы, войдет также представитель Министерства спорта Российской Федерации. В общем, это очень авторитетная, ответственная комиссия, которая как раз и будет выполнять основные функции по координации этой деятельности. Вот что я хотел бы сказать. Александр Ильич, главная тема сказал, которая нам предстоит. Работа непростая, работа сложная. Комиссия будет действовать в достаточно короткий, на наш взгляд, промежуток времени, но достаточно, чтобы реализовать все рекомендации, все планы, которые у нас будут. Тем более, что у нас 16 января предстоит перевыборная конференция отчетно-перевыборная, неочередная, Федерация легкой атлетики. И нам предстоит, в общем-то, достаточно оперативно, но конструктивно принять соответствующие меры. Поэтому комиссия наделена, в общем-то, правами. Я провел краткие переговоры с руководством Федерации, и они подтвердили слова Александра Ильича, что Федерация готова наделить полномочиями с тем, что мы совместно приняли решение, позволяющее, ну, мягко говоря, искоренить вот эту вот заразу, значит, в нашей Федерации как таковой. Соответственно, это будет большим сигналом в целом для нашей страны и для других Федераций, для всей нашей отрасли. Ну и одновременно, в общем-то, дать возможность нашим спортсменам, а они этого заслуживают, это Россия, участвует в Олимпийских играх. Вот вкратце все. Александр Дмитриевич, такой вопрос. Правда, что комиссия спортсменов ОКР собирается обратиться к своим коллегам комиссии спортсменов МОК за поддержкой? Во-первых, я забыл сказать, что Брусникина вошла в состав комитета как председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России. Мы обсуждали вопрос, связанный в том числе и с появляющимися многочисленными обращениями спортсменов. Вы знаете, можно понять спортсменов, которые никогда не употребляли допинг, абсолютно чистых с этой точки зрения, знаменитых спортсменов, таких как Елена Симбаева, например, и их возмущение тем, что они по вине чьей-то могут быть отстранены от участия в Олимпиаде. Это совершенно понятные эмоции. Но сегодня ситуация такова, что нужно очень деликатно подходить к решению этого вопроса и ко всем переговорам с международными организациями. Сегодня мы, наверное, услышим определенный вердикт ВАДы в отношении РУСАДы, то есть Российской антидопинговой организации. И нужно очень взвешенно реагировать на те претензии, которые предъявляются как к российским спортсменам, так и к российскому законодательству. Вот тот комитет, который мы создали, он должен объективно рассмотреть все те претензии, все те замечания, которые высказываются как Международной Федерацией Легкой Атлетики, так и ВАДой к нашим организациям. И на них объективно отреагировать. Ну, а эмоции, конечно, они всегда могут быть. И здесь я понимаю наших спортсменов. Александр Ильич, в понедельник делегация России как раз-таки отправилась в США для того, чтобы вот это взаимодействие наладить. Здесь я не могу комментировать. Ну, здесь надо иметь в виду, что представительство наше ВАДА осуществляет Министерство спорта Российской Федерации. Также Министерство спорта аккредитовывает нашу антидопинговую лабораторию. И решение правительства, созданное РУСАДА. Это организации, которые не подведомственны в данном случае Олимпийскому комитету России. Хотя мы, конечно, сделаем максимум для того, чтобы координировать взаимодействие с этими организациями. Сегодня мы чувствуем серьезную поддержку Олимпийского комитета России и всех наших чистых спортсменов со стороны Международного Олимпийского комитета. Я думаю, что вы, наверное, знакомы с тем меморандумом, который мы подписали с президентом Международного Олимпийского комитета Томасом Бахом, где четко сформулировано то, что нашей общей задачей, и в этом смысле мог нас поддерживать, является обеспечение участия российских спортсменов в Олимпийских играх в РИМ. Вот это самое главное, но очевидно, что для этого придется сильно поработать. Александр Ильич, насколько действительно серьезные разговоры о возможности выступления российской сборной под Олимпийским флагом, и речь идет только о вот этих знаменитых спортсменах, как Есенбаева, Чичинова или о всей сборной, в том случае, если все-таки не допустим. Знаете, российские спортсмены должны выступать под российским флагом. Это наша позиция, и мы будем на этой позиции твердо настаивать. Александр Ильич, сегодня Витальевич Мурко сказал, что России нужно усиливать все в присутствии международных организациях. Вот как-то можно прокомментировать? Я не знаю, какие международные организации имеются в виду. Если речь идет о Международном Олимпийском комитете, то мы представлены очень серьезно в Международном Олимпийском комитете. Еще раз хочу сказать, что мы чувствуем полную поддержку МОК, и у нас полный контакт. Мы постоянно встречаемся и с президентом Международного Олимпийского комитета. Совсем недавно здесь у нас весь мир был в Москве на конференции, которое проводилось. Здесь, в общем-то, я считаю, что у нас полный контакт и взаимопонимание. Если речь идет о международных федерациях, то здесь у нас достаточно серьезное представительство в различных международных федерациях. Есть и президенты. Нам, конечно, хотелось бы, чтобы больше у нас было президентов международных федераций. Но, тем не менее, практически в руководящих органах большинства международных федераций России представлено. Что же касается антидопинговых служб, то здесь, в общем-то, в основном ответственность лежит на плечах правительства, я уже сказал, и они, в частности, и в работе ВАДы сейчас будут участвовать. Александр, в любоприятном развитии событий можете идти речь о бойкоте? Знаете, мы категорически против вмешательства политики в спорт, против любых бойкотов Олимпийских игр. Я думаю, что заявление, которое было недавно сделано здесь, в Москве, на форуме олимпийцев, и мы, в общем-то, инициировали это заявление, точно так же, как инициировали и резолюцию в Генеральной Ассамблее ООН, где сказано, что спорт должен быть вне политики, и мы очень чётко будем придерживаться этой позиции. Скажите, существуют ли какие-то определённые даты, до которых должна быть решена эта проблема? Ну, мы... Как вам надо? Смотрите, мы создали комитет, который будет работать до момента решения этой проблемы. Я считаю, что если нам удастся выполнить те рекомендации, в частности ВАДА, которые даст по внесению изменений, возможно, в регулировании антидопинговых в России, если нам удастся выполнить и в полной мере сотрудничать с комиссией, которая из ИАА приедет буквально на днях, там она сформирована уже, эта комиссия, и в конечном итоге наши спортсмены поедут на Олимпиаду в Рио, все чистые спортсмены, то мы будем считать, что работа этого комитета полностью выполнена. Но ещё раз хочу сказать, главная задача ведь заключается не только в том, чтобы отбиться от претензий, которые к нам предъявляются, а чтобы реально очистить наш спорт от допинга. И это наша позиция была всегда, Олимпийского комитета России, непримиримая борьба с допингом. Вот задача, и в том числе только того комитета, который мы сформировали. Александр Ильич, одна из спортсменов, которая входит именно в этом докладе, именно её тоже призывают положение отстранить, Угарова, сегодня заявила о том, что российские спортивные власти отказываются или сдают своих спортсменов. Что Вы можете ответить? И они собираются вроде как отдельных юристов привлекать, отдельно от федераций? Как Вы считаете это? Для того, чтобы разобраться с каждым конкретным случаем, вот мы создали комитет. Ну на данный момент, что Вы думаете об этом? Вот о таких обвинениях, почему они... А раньше покажут. Возможные сценарии развития и свет в конце туннеля Вы видите? Я думаю, что на сегодняшний день, пока всю информацию, которую я мог Вам на это сейчас сказать, я сказал, дальше работа комитета и, соответственно, те меры, которые принимаются и те решения, которые в свете этого будут приниматься, пожалуйста, мы будем координировать эту работу, готовы будем рассказывать о мерах, которые предпринимаются, о тех решениях, которые вынесутся. Геннадий Петрович, первое заседание, разрешите, первое заседание комиссии, когда запланировано и... Нет, на следующей неделе это будет. Спасибо. Мы сейчас подправим решение с полкома, когда мы чуть-чуть поработали, по ходу Вам тогда передадим. Спасибо.